МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На НТС, как всегда, по воскресеньям, итоги недели. В студии Миржиан Балыбаев. Наши журналисты подробно расскажут о самых заметных событиях недели. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Телефоны судей официально поставить на прослушку, а им самим дать возможность жаловаться даже на президента. Законопроекты, предполагающие эти и другие меры, рассмотрел Совет по судебной реформе. Политические гонения, отъем собственности происходило при участии судебного корпуса. Драка в подъезде, попытка взять на испуг и ограбление на улице. Очередные похождения милиционеров. Сами сотрудники милиции говорят о том, что в милицию приходят люди, ну они делятся, кто приходит для зарабатывания денег изначально, а кто просто работает. Человеческие жертвы, стратегическая автодорога, закрытая на полторы суток, и режим чрезвычайной ситуации. Обильные снегопады спровоцировали многочисленные сходы лавин. Особенно на южных районах выпало уже в пределах 200-250% от многолетней нормы. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера парламентской фракции Атамикен Омурбека Текебаева. Вчера вечером стало известно, что депутату предъявляют обвинения по статьям коррупция и мошенничество. Кенпрокуратура сообщает, что дело возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из Госкомитета национальной безопасности. В ГКМБ обратился с заявлением гражданин России Маевский. Он сообщил, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем главы Временного правительства Кыргызстана, получил от него 1 миллион долларов. Взамен, по словам Маевского, Омурбек Текебаев обещал допуск его к управлению компанией Альфа-Телеком, а в последующем продать ему акции этой сотовой компании. При этом Маевский заявляет, что за свои услуги Текебаев должен был получить от 10 до 15% от общей суммы, полученной от реализации акции. Гражданин России Маевский заявил, что Текебаев таки не исполнил свои обязательства и отказывается возвращать полученные деньги, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации об этом факте, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева уже начало расследовать следственное управление ГКНБ. Сам лидер Атамикена сейчас находится в Австрии, где принимает участие в заседании парламентской ассамблении Совета Европы. Напомню, Текебаев уже третий депутат фракции Атамикена, на которого возбуждено уголовное дело. 17 февраля стало известно, что Алмамбету Шахмаматову предъявлено обвинение по статьям «Коррупция и служебный подлог». А до этого уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего генпрокурора Аиды Соляновой по статье «Злоупотребление должностным положением». На этой неделе состоялось очередное заседание Совета по судебной реформе. Первым и, пожалуй, самым обсуждаемым вопросом на этом собрании был законопроект, инициированный группой депутатов Джогур Кукинеша. Документ представил лидер парламентской фракции Республики Атаджур Томурбек Бабанов. Предлагается, в частности, ужесточить требования при отборе кандидатов на должности судей. Служители Фемиды должны будут дать согласие на прослушивание своих телефонов и телефонных переговоров членов своей семьи. Такая мера, как отмечают инициаторы, направлена на защиту прежде всего самих судей от попыток оказать на них давление. Предлагается норма, позволяющая судям докладывать в дисциплинарную комиссию обо всех попытках повлиять на судебные решения со стороны высокопоставленных чиновников, включая президента страны. Кроме этого, законопроект предусматривает обязательную видеозапись судебных заседаний. Все эти инициативы при нынешних условиях, по мнению экспертов, вполне оправданы. Высокая коррумпированность среди судей, оказание на них давления и материальная зависимость от органов исполнительной власти. Все это довольно часто не позволяет служителям Фемиды принимать правосудные решения. Несправедливые вердикты некоторых судов приводят к акциям протестов. Были даже случаи самосожжения. О предлагаемых мерах по реформированию судебной системы расскажет Алексей Немашкал. С принятием поправок в Конституцию 2016 года у нас появилась реальная законная возможность реформировать судебную систему. На заседании Совета по реформированию судебной системы группой депутатов Джигурку-Кенеша был презентован ряд положений проектов, законов в данной отрасли. Представлявший документ у Мурбек Бабанов отметил, что сегодня есть уникальная возможность реально реформировать суды. И главное, что для этого есть политическая воля высшего руководства страны. Две революции, они проходили, я думаю, из-за того, что судебные решения принимались вопреки законам. Вопреки законам политические гонения, отъем собственности происходило при участии судебного корпуса. Вы все знаете, что в 2006 году, в 2007 году, когда я возглавлял список социал-демократической партии, это была оппозиционная тогда партия, в судейском корпусе, в Первомайском суде, меня лишали гражданства, которое дано мне Конституцией по рождению. Но, к большому сожалению, эти судьи еще не понесли наказание. В связи с этим судебная система в настоящее время, это по опросам, и мы все тоже об этом знаем, она высоко коррумпирована, зависима от должностных лиц государства, находится под воссийсием телефонного права. Согласно предлагаемому пакету законопроектов, кандидаты на должности судей должны дать согласие на прослушивание своих телефонных разговоров и членов своей семьи. Вводим дополнительные требования к осуществлению права судья, что все телефонные номера судей должны быть зарегистрированы, телефонные переговоры с судей и их близких родственников должны быть записаны. Речь идет о том, что человек, идущий на должность, на самую высокую должность, я бы сказал, сегодня быть судьей, это самая высокая должность. Потому что судья – это последняя инстанция, которая выносит вердикт. Судья будет судить и президента, и его членов судей, уже есть в нашей стране пример. Сегодня судьи судили Бакиева и его окружение, поэтому люди, выносящие такой вердикт, они должны понимать, что это последняя инстанция. И в связи с этим люди, идущие на эту должность, должны давать согласие на прослушку своих телефонов и также своих близких родственников. Если им позвонили чиновники любого ранга, включая депутатов, или пригласили о том, чтобы приняли какое-либо решение, они об этом обязаны сообщать в дисциплинарную комиссию. Депутаты всегда должны думать о своем народе, и их старания приветствуются. Но ведь правительство тоже вроде бы старается проводить реформы. Однако, скажем откровенно, какой-либо видной масштабной реформы, от которой наши граждане были бы в восторге, еще не было. Предлагаемые нормы я полностью поддерживаю. На этом не стоит останавливаться. Нужно разрабатывать другие предложения, которые помогли бы в разрешении проблем, с которыми сталкивается простой народ. Инициативу о прослушивании телефонов судейского корпуса поддерживают и в экспертном сообществе. По словам специалистов, это в большой степени поспособствует борьбе с коррупцией в судебной системе. Если тот человек, который баллотироваться будет в суде, который будет знать о том, что его телефон, его служебная деятельность будет находиться на прослушке, он уже будет заранее готовиться к тому, что его деятельность должна быть прозрачной. И он уже заранее будет знать о том, что он будет находиться под пристальным вниманием со стороны органов госвласти, со стороны средств массовой информации, общественного мнения и так далее. То есть это каким-то является, пусть небольшим, но все-таки первым положительным шагом по пресечению хотя бы каких-то элементов коррупции среди представителей судебных системов. И я считаю, что это будет тот шаг, который послужит именно на пользу будущим судьям. Судебные заседания, как отметил в своей речи лидер республики Атаджур Тумурбек Бабанов, должны сопровождаться видеозаписью. Кроме этого, предлагается обязать все суды создать свои интернет-страницы, на которых граждане, адвокаты и правозащитники могли бы оставлять жалобы на действия судей. Предлагается, что ход судебного процесса должен быть обязательно проводиться при помощи видеозаписи. Я думаю, для этого мы сможем найти средства. Мы обязаны найти средства. Также стороны вправе самостоятельно вести видеозапись. Это приведет, мне кажется, к более публичности и справедливому решению. Законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но, что очень важно, для того, чтобы в первую очередь помогать им. Условия обеспечения независимости судей. Предлагаются нормы запрета вызова в парламент судей для объяснения причин принятия своего решения. Лица, нарушившие данное требование, должны быть в обязательном порядке освобождены от должности. Если это касается лиц, занимающих конституционные должности, посягающие на независимость судей, должны быть освобождены от должности или подвергнуты импичменту. Речь идет о президенте страны, что парламент создает депутатскую комиссию. И одно из, может быть, обвинений – это подвижение президента импичмента. Видеозапись судебных разбирательств стала бы хорошим инструментом обеспечения прозрачности при рассмотрении апелляции сторон, уверены эксперты. Вспомнить даже недавний показательный пример, когда обвиняемому в изнасиловании на глазах пятилетнего мальчика дали всего три года тюрьмы. Несмотря на тот факт, что насильник нанес непоправимую психологическую травму не только своей жертве, но и малолетнему ребенку, суд при вынесении решения использовал какие-то смягчающие обстоятельства. Возможно, если бы на процессе велась съемка, то аргументов у обвинения прибавилось бы. Очень многие судьи порой ведут себя просто безобразно. Отсутствует такое понятие, как этика судьи, этика прокурора, этика адвокатов и так далее. Чаще всего человек, которого судят, который является обвиняемым, с ним чаще всего поступают уже как с будущей жертвой. Жертву, которой уже заранее можно приговорить, жертву, которой уже можно расписать судебные решения уже готовы заранее. И если будет, конечно, снятие судебного процесса, то, естественно, это будет только положительным шагом для того, чтобы судьи хотя бы остерегались в своих высказываниях, вынесении судебных решений, где весь судебный процесс будет, естественно, являться прозрачным. Сейчас действует норма, требующая разрешения судей, чтобы проводить видеосъемку на заседании. Но в большинстве своем судьи не дают такого разрешения. А если законом закрепить эту норму как обязательную, то участник любого судебного процесса мог бы это видео использовать в качестве дополнительной доказательной базы. Я это предложение одобряю. Представленные законопроекты предполагают также дополнительные нормы по усилению ответственности как самих судей, так и лиц, желающих повлиять на судебные решения. Полиграф однозначно должен быть при совете по отбору судей, а деньги на выделение на полиграф, это можно предусмотреть. Это один раз нам, наверное, деньги на покупку этого аппаратуры и обучение этого человека. А потом этот полиграф, я думаю, в будущем, если он покажет эффективность, можно и на другие должности тоже это проводить. Допустим, на ГКНБ, на прокуратуру, наверное, можно проводить. Относительно то, что незамедлительное увольнение за звонок, то, что Алтна Сейдбековна сказала, прокуратура будет расследовать. Но мое мнение, это мое мнение, я считаю, если мы этот закон примем и его очень хорошо распиарим, и пару чиновников без прокуратуры из-за заявлений судей уволим, все эти звонки остановятся. На мой взгляд, это достаточно прогрессивные вещи, здесь проговариваются, и предложения были достаточно прогрессивные. Ну что ж, в наше время, когда, наверное, не везде в судейской системе может быть есть порядок, и в структуре взаимодействия между властями, между, скажем, парламентом, судьями, между судьями и государственной службой, то здесь возникают вопросы, которые необходимо отрегулировать. Вот речь идет о, скажем, воздействии на судебную систему, на судей со стороны административных, должностных лиц, и какие надо разработать механизмы, чтобы исключить любое вот такое вот воздействие. И вот включение, разработка таких вот механизмов, оно дает возможность нам в будущем видеть уже независимую судебную систему. Алексей Немашкал, Аман Бакиров, Орлан Кемельбеков, НТС. Итоги недели. На этой неделе криминальная хроника с участием милиционеров пополнилась еще одним персонажем. Имя сотрудника патрульной милиции, подозреваемого в грабеже, пока не разглашается. Известно лишь то, что он служит в МВД всего год, поступил на службу в органы после армии. Когда наши журналисты обратились за комментариями в ГУВД Бишкека, там не скрывали своего недовольства. Мол, НТС освещает только негативные стороны их деятельности. Во-первых, мы освещали и будем освещать действительно серьезные успехи нашей милиции в борьбе с преступностью. Во-вторых, мы публикуем негатив лишь с одной целью, чтобы в рядах милиции оборотней в погонах было как можно меньше. И мы надеемся, в Министерстве внутренних дел понимают, что от поведения и отношения милиционеров к гражданам зависит доверие общества не только к органам правопорядка, но и к государству в целом. Тему продолжит Болот Исаев. Это видео сделано жителями столичного микрорайона Джал-Артис на лестничной клетке одной из многоэтажек. Камера запечатлила момент, когда дебоширы ломают дверь гражданина Кореи. Как позже рассказала его супруга Джанара Аклбекова, с зачинщиком конфликта эта семейная пара хорошо знакома. Это некий Наренбек Кудбединов. Он живет в соседней с ними квартире. И, как утверждает жильцы этого подъезда, организовала в квартире притон. Недовольны постоянными жалобами владелись подозрительной квартиры, чтобы отомстить заявителям, позвал на помощь своих знакомых, якобы сотрудников милиции. Да, то есть они уже ранее приходили к нам, выясняли, с их стороны были угрозы в нашу сторону, к жителям, к соседям. То есть именно соседям снизу, к нам, о том, что если мы доведем дело до милиции, то есть будем писать заявления, принимать меры против них, то нам же будет хуже, то есть что у нас будут возникнуть проблемы. И вот, час тридцать ночи, появились трое каких-то неизвестных людей, но одного мы из них видели, знаем, от Кудбедина Наренбека. Он до этого на словах говорил, что он является сотрудником милиции, то есть, но я бы на корочку не показала, но другой из них, Бактебаев Курманбек, он вот с корочкой из бордовы ходил, вот так указывал, что он является сотрудником милиции и работает в Первомайском ГУВД. Хулиганов, ломившихся в дверь, задержали сами жильцы, после чего все поехали в милицию, дали показания и написали заявление. Однако информацию о том, что зафиксированные на видео лица являются милиционерами в ГУВД, не подтверждают. По следствию, уже начатое следствие, установлено, что они приехали, увидели, как дебоширит подозреваемый, да, дебоширит подозреваемый, и они пытались разнять, то есть давать такого шага, чтобы дальше вот это вот продолжалось. Ну, на сегодняшний день по этому делу возбуждено уголовное дело по статье 234 Уголовного кодекса Кыргызской республики. Все вот эти причастные люди приглашены в ОВД Ленинского района, у них отобраны объяснительные. Надолго за решеткой дебоширы не задержались. Главного подозреваемого Наренбека Кутбезинова, как и нескольких других нападавших, отпустили. В официальных сводках значится только один участник драки, но о причастных сотрудниках милиции пока не сообщается. Дело ведет Ленинское ОВД. Я был дома, когда услышал шум. Вышел в подъезд и увидел, как Наренбек пытается выломать дверь. Я его попытался оттащить, но он набросился на меня. Потом мы их задержали и отвезли в отделение. Написали заявления и объяснительные. А утром Наренбек уже снова ходил здесь. Мы теперь уже не доверяем милиции. Мы вместе поехали, я чуть позже подъехала, я оставила ребенка и затем дальше подъехала в Ленинский ГОМ. И там тут же следователи, все это предпоказание, все это объяснительное, мы написали заявление. И тут же мне патрульный, который нас же привез, сказал, что, ну, давай, возможно, мы этого Наренбека отпустим, потому что якобы он начал звонить высшестоящим органам ГУВД и то, что его не будут задерживать, так как нет особых и веских причин на то. Якобы объясняют это тем, что никого не убили. То есть должны были три трупа наших лежать, да, то есть моего, ребенка, мужа и, собственно, меня, да, то есть должны были найти уже мертвого, когда нас уже убили, да. Оставлять без внимания данный инцидент жители этого дома не желают. Потерпевшая сторона намерена добиться привлечения к ответственности как нападавших, так и владельца подозрительной квартиры Наренбека Кудбединова. Сколько раз можно просить, чтобы вы не трогали этих проституток? В районе 35 сутенерш, а все время задерживаете моих. А этот нашумевший ролик уже с участием скандально известного главы отдела общественной безопасности УВД Свердловского района Пардабаяна Мазбаева. Разозленный начальник отчитывает своих подопечных за то, что те задержали сутенершу, находящуюся под его личной опекой. Сначала блюстителя порядка привлекли к дисциплинарной ответственности. Но после нескончаемого давления со стороны общественности героя ролика все-таки уволили из рядов милиции. Конечно, вот этому всему, вот этому беспределу или хаосу служит тоже. Одна из причин – это продажная судебная система. Нет реформы судебной системы. Они знают, что что бы они ни сделали, завтра судей будут рассматривать дело. А в суде он может откупиться. Между тем, немало других известных обществу громких преступлений, которые по сей день остаются нераскрытыми. Одно из таких – ограбление средь бела дня на оживленном столичном перекрестке. Преступник без особых проблем вытащил из припаркованного внедорожника сумку, в которой находилось 700 тысяч долларов. Или 48,5 миллионов сомов. 7 февраля в столичное кафе «Дзисянь» ворвались вооруженные люди в масках. Во время ограбления были похищены 100 тысяч сомов. А за пару часов до нападения, как рассказали владельцы кафе, к ним с проверкой наведывались милиционеры. В ходе следствия подтвердилось, что проверявшими оказались сотрудники 10-го управления МВД. Бишкекская прокуратура внесла представление о соответствии с занимаемыми должностями этих милиционеров. Установлено, что сотрудники правоохранительных органов нарушили ряд норм. Нарушение рассмотрели жалоб заявлений граждан, ведомственные инструкции. Кроме этого, нарушены были временные положения, утвержденные постановлением правительства. Это от 27 июня 2016 года, где правоохранительными органами субъектов предпринимательства без регистрации в органы прокуратуры запрещается. Напомним и о другом, не менее дерзком преступлении, зафиксированном камерами наружного наблюдения. И здесь не обошлось без участия милиционеров. Последние после праздничного застолья в кафе на пересечении улицы Токтагулы и проспекта Мира толпой избили молодого парня. Одного из троих, участвовавших в драке милиционеров, в МВД до сих пор не могут найти. Он вот эту доверенность, короче, мне принес, вот показывает, вот генеральная доверенность с Орлдова Уильгиси, вот на меня написано, генеральная доверенность от первого хозяина. А кто первый хозяин? Этот, Зубков. А Зубков к вам приходил сюда? Нет, он не приходил, получается. Вот второй человек, который Деханов Даняр. Зубков, там подпись есть, Зубков? Да, подпись есть, получается. Вот Зубков, он лично подписывал, оказывается, на доверенность. Фамилия, имя нотариуса, вот Джаманков Али Нуром Токтом Ратовичем. Частный нотариус? Да, частный нотариус. Вот мне принес доверенность, я, естественно, там уже в рамках закона все это получается. В рамках закона получается, я купил эту машину, я купил машину, 2000 долларов и отдал, и машину я забрал, ко мне домой поставил. Злополучную машину, как рассказывает Ильгиз, он купил, ничего не подозревая, у некоего Даняра Деханова. Позже выяснилось, что автомобили мошенник реализовывал незаконно. Что теперь будет с машиной и с деньгами, которые он отдал злоумышленнику, неизвестно. 28 числа вот эти сотрудники милиции, там, Сырловского ровного, они пришли, там тоже вот отпечатали. Типа, пока зуху отпечатали, вот уже они, уже отфаливается там. Когда в очередной раз обманутый мужчина открыл дверь своего дома, то увидел на пороге неизвестных гостей, которые, как отмечает пострадавший, без церемонно стали осматривать его владения. В тот момент у хозяина даже мысли не возникло, что эти люди могут быть сотрудниками МВД. Зашел внутрь, говорит, там, давай, короче, посмотрим во двор, говорит, там, какие машины есть, мы посмотрим, мы должны посмотреть туда-сюда. Потом я сразу подумал, что они, этот, грабители или разбойники, потому что этот участковый старший подполковник мне предупреждал, что разбоев много. Сразу испугался, домой зашел, сейф открыл, достал пистолет и на воздух один раз выстрелил. Потом они побежали там на улицу и достали свой пистолет и направили на меня. Типа, после этого они говорят, там, говорят, что мы сотрудники Свердловской РОВД, там, уголовный розык. После этого уже мне удостоверение показывают. Вот я сказал, почему вы тогда удостоверение не показывали, почему вы сразу не говорили вначале, что вы сотрудники МВД Свердловского района. Типа, у нас тактика такая, говорят они. Факт того, что сотрудники Свердловского РОВД приходили с Ильгизу с проверкой в милиции подтвердили. Оказалось, что во время следственно-розыскных мероприятий законом допускается, чтобы оперативники могли наведываться гражданам инкогнито. Заранее придуманным поводом и замыслом, называемыми легендой расследования. Вначале мы его проверяли на причастность к совершению данного преступления. Однако Ильгиз также обратился с письменным заявлением в отношении этого Дихканова, что он как бы сбыл ему автомашины, не принадлежащие, то есть автомашины, добытые преступным путем. Вот это вот чувство, да, не только сотрудникам милиции, но и всем гражданам оно дает такое поведение, где вседозволенность, беззаконие, да, вот такое вот. Это все комплексно надо смотреть. Сами сотрудники милиции говорят о том, что в милицию приходят люди, ну они делятся, кто приходит для зарабатывания денег изначально, а кто просто работает. На этой неделе в информагентстве Акипресс подвели итоги народного голосования о работе нашей милиции. Больше половины опрошенных, 52%, высказали, что правоохранительная система работает неудовлетворительно. Четверть проголосовавших, а это более 500 человек, остановились на варианте плохо. И лишь десятая часть считает, что милиция справляется со своими обязанностями хорошо. Боут Исаев, Алексей Немашкал, Аман Бакиров, Ирлан Кемельбеков, НТС. Итоги недели. Новый год. МЧС спасли 8 человек, вызволив их из машин, заваленных снежной массой. В Чаткальском районе высота сугробов достигла 2 метров. МЧС ввел режим чрезвычайной ситуации. Если где-то человеческих жертв можно было избежать, то в других случаях имели место несчастные случаи. Места, где существует угроза снежных лавин, как и оползнеопасные участки, известны специалистам МЧС. И людей, живущих там, уже предупреждали. Но в этот раз лавины сходили даже там, где их не ожидали. Учитывая обильные снегопады в конце этой зимы, Министерству чрезвычайных ситуаций и жителям предгорных местностей теперь следует быть готовым к обильным весенним паводкам и сходам оползней. Мест, которым угрожают эти природные явления, достаточно много. В селе Чаш-Телек Чонулайского района 19 февраля лавина накрыла жилые дома. Объем снежной массы составил примерно 980 тысяч кубометров. По данным МЧС, сход лавины случился примерно в 5.30 утра. Погибло двое, пострадавших 10. В двух домах на тот момент находилось 12 человек. Двоих спасти не удалось. Это ученик четвертого класса и его младшая сестра. Пострадавшие по имеющейся информации чувствуют себя удовлетворительно. Сегодня им оказывают всю необходимую помощь. На место был отправлен гуманитарный груз. Еще одной жертвой лавиной на этой неделе стала жительница села Кучокелен. У девушки осталась пятимесячная дочь. А в Адбашинском районе на Рынской области погиб молодой человек. Во время схода лавины он пасовец. Лавиноопасная ситуация сохраняется, говорят в МЧС. Снежный покров горной местности по-прежнему остается внушительным. На участках таких дорог, как Бишке-Кош, Мрзаке-Алыку, Красная горка-Окташ, Каракол-Энельчек, Алабука-Канышкая проводятся работы по принудительному спуску лавин с помощью артиллерии. Из-за обильного снегопадов в некоторых регионах страны был введен режим чрезвычайной ситуации. В Чоналайском и Чаткальском районах за несколько суток высота сугробов достигла двух метров. Вынужденно закрывали школы и детские сады. Мы предупреждаем население об опасных участках, где есть вероятность камнепада, обвалов и селей. Проводим обстрелы. А так, чтобы хоть один житель был принудительно переселен в более безопасную местность, ни одного случая еще не было. Особенно на южных районах выпало уже в пределах 200-250% от многолетней нормы. Мы ожидаем, включая 25 число, пока преимущественно без осадков и постепенное повышение температуры воздуха. В долинных районах ночные температуры ожидаются где-то до 3 градусов, возможно, повышение. А дневная температура повысится до 7-12, на юге, возможно, до 13-14 градусов тепла. В связи с постепенным потеплением в Министерстве чрезвычайных ситуаций не перестают информировать об опасности схода лавин и ограничении движения на горных дорогах. По крайней мере, интенсивных осадков и аномальных холодов в ближайшие недели синоптики уже не прогнозируют. В марте по большинству районов в среднемесячной температуре в воздух ожидается больше нормы, на 1-3 градусов выше нормы. И в долинных районах ожидается ночные часы, где-то ночные температуры будут в пределах 3-8 градусов тепла. Но, конечно, не исключено, отдельные ночные часы, возможно, ниже нуля. На юге до минус 3 градусов, в Чуйской-Таласской долинах, возможно, понижение температуры воздуха до минус 5 градусов. Дневная температура ожидается от 10-15 до 17-22 градусов тепла. Этой зимой наблюдается особая активность на обвалоопасной территории. Наши специалисты предупреждают население посредством СМИ и СМС-сообщений. Мы ведем работу по очистке селеотводных каналов, орычных систем, а также предупреждаем местные органы самоуправления о проведении соответствующих работ. Снежные и селевые потоки на дороге Бешкекош – давняя проблема для автолюбителей. Заторы на этой трассе в неустойчивую погоду возникают довольно часто. Защитные противоловинные сооружения не реконструировались со времен Советского Союза. В прошлом году при содействии правительства были выделены дополнительные единицы спецтехники. Ей мы чистим дороги. Местные депы заранее готовят ГСМ. Поэтому в этом году, думаю, особых проблем быть не должно. Проблема кочуют из года в год, говорят специалисты. Давно уже стоит острая необходимое строительство на стратегических трассах, защитных противоловинных галерей. И этим в первую очередь должны заняться в департаменте дорожного хозяйства. Строить хотя бы по одной галерее на зарубежные гранты нужно было заранее. Но или из бюджета на эти цели выделять своевременно средства. Тогда бы можно было избежать многих сопутствующих проблем. Следует собрать базу данных и заранее отслеживать с помощью оптических систем и спутника постоянные лавиноопасные зоны. У нас есть несколько галерей, оставшиеся в наследство еще от Советского Союза. Уже два года ведем переговоры с японскими инвесторами по строительству галереи длиною 370 метров. В этом году постараемся начать работу. Япония вроде дала согласие на предоставление около 10 миллионов долларов. Ежегодно на персонал, обслуживающий дороги Кыргызстана, из бюджета выделяется 1 миллиард 800 миллионов сомов. Но качественных результатов их работы не видно. С каждого водителя, проезжающего по туннелю автодороги Бешкекош, взимается оплата в 50 сомов. Куда и на что уходят эти деньги, непонятно. Дорога на том же перевале Туашу местами просто в ужасном состоянии. Сколько лет мы уже говорим о перенесении ДЭПов на хозрасчет. Тогда не будет столь чувствительной нагрузки на бюджет. И получать зарплату будут только по факту выполненных работ. Все равно основную технику предоставляют заводы. Но какая возвратность выполненных ими работ? Почему тогда частные компании приносят доход, а они нет? Пока трудно сказать, сколько километров асфальта разрушено на таких стратегически важных дорогах, как Бешкекош, в результате обильных осадков. Государственные дорожно-эксплуатационные предприятия, как всегда, просто залатают дыры и проведут плановый ремонт. Однако, как говорят водители, все эти ремонтные работы не решают проблему. Анастасия Соболева, Алексей Немашкал, Аман Бакиров, Ирлан Кемельбеков. НТС. Итоги недели. Далее смотрите краткий обзор некоторых важных событий минувшей недели. В понедельник ввоз китайского мяса запрещен на неопределенное время. Об этом сообщили в госсветинспекции. Импортируемые продукты животного происхождения из Китая будут проходить проверку качества. Инспектирование проведут страны ЕАЭС. По данным инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, Кыргызстан из Китая в основном импортирует мясо птицы. Ежегодно около 18 тысяч тонн. Все детали аварии с участием сотрудника дипломатической миссии, повлекшей за собой смерть нашего гражданина, обещает выяснить и российское посольство. ДТП с участием первого секретаря миссии Виктора Пухова произошло 16 февраля по дороге в аэропорт Манас. Столкновение зафиксировали камеры видеорегистраторов других машин. На записи видно, как внедорожник Тойота Прада с дипломатическими номерами выскочил на перекресток на красный свет и столкнулся со спринтером марки «Мерседес». Его водитель, 62-летний Евгений Лексин, скончался в больнице. Позже российский дипломат покинул Кыргызстан. В посольстве приняли решение отправить его домой. По материалам уже управление патрульной милиции. Во время ДТП Пухов сидел на пассажирском сидении автомобиля, а за рулем был заместитель гендиректора компании «Роснефть» в Кыргызстане Игорь Рясный. Вторник. Турецкий «Боинг» пролетел взлетно-посадочную полосу, потому что экипаж не контролировал высоту полета. Такую версию произошедший 16 января. Катастрофу представили эксперты агентства «Эйр Дисастер» на своем сайте. Как отмечается в описании, не установив визуальный контакт с наземными ориентирами, самолет начал заход на второй круг, однако столкнулся с бетонным ограждением аэропорта и выкатился на территорию поселка Дачи-Сум. Режим ухода на второй круг был активирован на высоте 16 метров вместо положенных 30. Четыре путешественника из Кыргызстана покорили сразу два семитысячника. Хантенгри и Пик Победы. Экспедиция у альпинистов Сергея Селиверстова, Михаила Данечкина, Алексея Усатых и Семена Дворниченко заняла немногим больше месяца. Последнее восхождение на Победу высотой 7439 метров в зимнее время года было совершено 27 лет назад. Среда. Депутаты Джугар Кукенеша от фракции Атамикен Алмамбета Шикмамадова вызвали в ГКНБ в связи с уголовным делом по приобретению счетной палаты в 2011 году служебных автомобилей, купленных в нарушении закона о госзакупках. Чиновникам этого ведомства инкриминируется статья «Коррупция» и служебный подлог. Под нее подпадает и Алмамбет Шикмаматов, который в то время являлся аудитором счетной палаты и членом тендерной комиссии. Водителю маршрутки, из-за которого его пассажирки ампутировали руку, дали лишь четыре года колонии поселения с лишением прав. В конце прошлого года маршрут Комчасть на большой скорости по улице Шабдан-Баатыра перевернулся с девятью пассажирами. Решение суда первой инстанции потерпевшие считают мягким. Более того, иск о возмещении материального ущерба суд почему-то отклонил. Четверг. В стране отметили День защитника Отечества. К этой праздничной дате в Бишкеке прошла торжественная акция, организованная представителями молодежного крыла политической партии Республика Таджур. Активисты почтили память кыргызстанцев, защищавших рубежи нашей Родины во времена Великой Отечественной войны. Молодые партийцы возложили цветы гранитной стелли на аллее героев по улице Молодая Гвардия, на которой увековечены имена 72-х воинов-кыргызстанцев. Пятница. Авария бензовоза и малолитражки произошла в городе Кадамджай Баткенской области. В результате ДТП погибли два человека – женщина и водитель ДЭУ. Как сообщается, бензовоз переехал женщину-пешехода, затем врезался в легковушку, смяв ее до неузнаваемости, после чего снес несколько деревьев. Из бака бензовоза на дорогу стала разливаться солярка. На место были привлечены сотрудники МЧС. Представляемые министерствами отчеты по борьбе с коррупцией – бестолковая формальность. Об этом заявил вице-премьер-министр Джейниш Розаков. По его мнению, в искоренении взяток в самих ведомствах никто не заинтересован. Поэтому, как подчеркнул вице-премьер в своих рапортах, чиновники и руководители льют воду и по факту не предпринимают никаких конкретных мер. Самыми бессмысленными он назвал отчеты Минсельхоза, Госкомсвязи, Службы миграции, Фонда госимущества, Агентства по охране окружающей среды и Инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Только за последний год по фактам коррупции возбуждено 812 дел с ущербом более чем на миллиард сомов. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся в следующее воскресенье. До свидания. Далее смотрите авторский проект Джамалбека Джумаева «Параллели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова